Ортопедия нижних конечностей Если мы должны помнить про классические методы нашего ортопедического осмотра, исследования, мы должны знать норму, на которую мы ориентируемся. Актуальность детской ортопедии говорит сама за себя, а это увеличение травматизма пациентов детского возраста, последствий травм. Актуальность определяется увеличением травматизма пациентов детского возраста и последствий этих травм, в случаях врожденных аномалий развития конечностей, а также на сегодняшний день высокая доля ортопедических нарушений у детей с нейромышечными заболеваниями. Ортопедический осмотр включает в себя как классические приемы для изучения пациента, так и более современные подходы в изучении ортопедического статуса. Мы в своей работе используем очень часто рентгенологическое исследование того или иного сегмента, рентген-телеметрию нижней конечности, в частности, как показано на слайде, выполняется классическая коксометрия, но мы должны использовать и специальные параметры, в частности, индекс Реймерса, который позволяет определять процент непокрытия головки бедренной кости, индекс Катона для надколенника, которые не так распространены, как классические рентгенологические параметры. В травматолого-ортопедическом учреждении очень важно иметь лабораторию анализа походки, которая позволяет детально оценить способности пациента при ходьбе. Для того, чтобы изучать патологию, мы должны знать и помнить норму. Существует множество книг по определению референтных линий и углов, в частности, книга Дрора Пелли, но пересказывать такие большие талмуды не представляется возможным, и мы обозначим наиболее важные позиции. Мы должны помнить про механические и анатомические оси нижних конечностей, уметь их определять, знать и оценивать соотношения между референтными линиями, знать правильные взаимоотношения в суставах, особенно в сегментах, где имеется две и более костей, особенно в сегментах, где имеется две кости. Мы должны определять анатомические оси костей конечностей и на боковой проекции, знать ориентиры на стопе, как на всем сегменте, так и на различных отделах стопы. Поговорим про методы уравнивания длины конечностей. На сегодняшний день существует два метода для уравнивания длины конечностей. Это метод Элизарова, который позволяет за счет дистракционного стегенеза удлинить кость. И метод временного блокирования контрлатеральной конечности или метод временного экстрафизарного эпифизиадеза, контрлатеральной конечности. К примеру, пациент 12 лет с деформацией стопы и укорочением больной конечности на 2,5 см. Данному пациенту мы выполнили коррекцию эквеносной деформации стопы и временный экстрафизарный эпифизиадез контрлатеральной конечности с целью уравнивания длины нижней конечности в процессе роста ребенка. Через 17 месяцев мы получили желаемый результат. Уравнивание длины конечностей эти восьмиобразные пластинки были удалены. Следующий пример. Уже молодой, взрослый. Укорочение составляло 3 с небольшим сантиметра. Данному пациенту выполнили удлинение по методу Элизарова. Метод экстрафизарного гемиэпизиадеза может использоваться для коррекции оси нижней конечности. Мы должны помнить, что оптимальным возрастом для данной методики является 8 лет. Должны контролировать, рентгенологически контролировать ось нижней конечности не позднее, чем 6 месяцев. И должны знать, что временный эпизиадез не должен превышать 2 года. Если он будет превышать 2 года, то мы получим осложнение, как временное закрытие зоны роста. Спонтанное закрытие зоны роста. К примеру, ребенок 9 лет с вальгусной деформацией коленных суставов. Мы выполнили рентгенотелеметрию нижней конечности данному пациенту. Определили, что вальгусная деформация коленных суставов идет за счет голени. И произвели временный медиальный гемиэпизиадез большеберцовой кости восьмиобразными пластинами. Через 10 месяцев полная коррекция деформации нижних конечностей. Поговорим про хирургическое лечение сгибательной контрактуры коленного сустава. Сгибательная контрактура коленного сустава зачастую сочетается с подвывихом и вывихом голени кзади. И на сегодняшний день существуют следующие методики для устранения данного нарушения. Это мягкотканные релизы сгибателей, мышц сгибателей. Остеотомия бедренной кости с ее укорочением. Постепенная коррекция контрактуры коленного сустава аппарата Мелизарова, передней гемиэпизиадез бедренной кости. Нередко предлагается ампутация или вообще данные пациенты могут остаться без помощи. Пример. Ребенок 3,5 лет, сврожденный на мале развития нижних конечностей. У ребенка при поступлении определялась аплазия большеберцовых костей, сгибательная установка в коленных суставах и ригидная сложная деформация стоп. Данному пациенту мы произвели двухэтапное оперативное лечение. На первом этапе на правой нижней конечности выполнили остеосинтез бедра, голени и стопы, реодозированное устранение сгибательной установки в коленном суставе и коррекцию деформации стопы. На втором этапе выполнена аналогичная операция на левой нижней конечности. После дозированной коррекции производилась центрация малоберцовой кости и подшивание сухожильной части квадрицепса к малоберцовой кости. Достигнуто полное разгибание в коленных суставах, коррекция деформации стоп. Пациенту после операции было назначено и выполнено ортезирование для последующего удержания достигнутого положения в нижних конечностях. При одномоментной коррекции сгибательной контрактуры коленного сустава используется удлинение сгибателей коленного сустава, а это чаще производится удлинение хармстринг-группы за счет пересадки полусухожильной мышцы на полумембранозную, удлинение изящной мышцы и надмышчей локовоцитомии бедренной кости с использованием накосного остеосинтеза. Пример. Ребенок с церебральным параличом, ортопедическими нарушениями на фоне церебрального паралича. Уровень двигательных возможностей составлял третий, это средняя степень. У ребенка отмечалась выраженная сгибательная контрактура коленных суставов, сложная деформация стоп. Данному пациенту мы произвели удлинение медиальной группы сгибателей коленного сустава по описанной ранее технологии и остеотомии бедренных костей с использованием накосного остеосинтеза для одномоментного разгибания в коленных суставах. Также выполнили коррекцию ортопедических нарушений нижележащих отделов, это торсионная деформация голеней и деформация стоп за счет накосного и погружного остеосинтеза соответственно. Через два года достигнутая коррекция нарушения ортопедического сохранялась. У ребенка был полный объем движения в колену в стопах, опорные стопы. Ребенок и его родители были довольны результатом лечения. Поговорим про чрезкостный остеосинтез в хирургии стопы. На сегодняшний день чрезкостный остеосинтез является наиболее применяемым в хирургии стопы во всем мире, особенно при тяжелых ригидных деформациях стоп. Данный метод позволяет дозированно устранить деформацию сегмента без его укорочения и различных трофических неврологических нарушений. В условиях чрезкостного остеосинтеза голени и стопы могут выполняться как удлинение коротких трубчатых костей, стабилизирующие операции в различном объеме, остеотомии для коррекции деформации. К примеру, пациент взрослый 22 лет, сворожденный левосторонней косолапостью, тяжелой степенью, укорочением голени на 3 см. Мы произвели остеосинтез голени и стопы для дозированного устранения деформации стопы, удлинения голени. После коррекции деформации стопы была произведена стабилизирующая операция в объеме трехстонного ортодеза. После снятия аппарата у пациента отмечалось уравнивание длины конечностей, восстановление опорности стопы. Рассмотрим мобильную плосковальгусную деформацию стоп. Напомню, что до 4 лет у ребенка уплощение продольного свода является вариантом нормы. А плосковальгусная деформация зачастую имеет наследственный характер, наследственный анамнез. Зачастую она определяется слабостью святочного аппарата стопы, мышечным дисбалансом. Плосковальгусная деформация стоп может быть мобильная и ригидная. У детей старше 4-5 лет в периоде активного развития стопы, в периоде активного роста стопы, мы используем методику патаранового ортререза стопы. На сегодняшний день существует множество имплантов для осуществления данной операции, но мы можем использовать и уже по сути классическую методику с использованием костного трансплантата малоберцовой кости. К примеру, пациент 5 лет с идиопатической плосковальгусной деформацией стоп обратился к нам с прогрессированием деформации. Деформация определилась и подтверждалась и рингеологически. Как вы видите на слайде, отмечается нарушение угла мири, уплощение продольного свода, угла наклона пяточной кости. Данному пациенту мы рекомендовали динамическое наблюдение, но на фоне того, что деформация прогрессировала, у него отмечался уже дискомфорт в стопах. Мы выполнили ему подтаранный ортререз с использованием костного аутра трансплантата малоберцовой кости и ахиллотомии. Через 3 года улучшение положения свода стопы, рингеологические параметры достигнутые также сохранялись. Пациент был доволен формой и функциональным состоянием стопы, жалоб не предъявлял. У детей более старшего возраста, старше 9-10 лет, мы используем остеотомию пяточной кости по ЭВАНС для удлинения латеральной колонны заднего отдела стопы. Пример. 11 лет, ребенок, с мобильной плосковальгусной деформацией стоп, мы произвели коррегирующую ассиотомию пяточной кости с использованием костного аутра трансплантата малоберцовой кости. Через 20 месяцев на контрольном осмотре пациент жалоб не предъявлял, достигнутое положение стопы сохранялось. Воспаление мягких тканей приводит к тому, что коллеги в регионах нашей страны сдержанно относятся к методу чрезкостного ассинтеза. Метод порой показан пациенту, но не используется. Соблюдение методических принципов чрезкостного ассинтеза позволяет предотвратить возможные осложнения. Остеросинтез должен быть стабильным. Перевязки должны выполняться регулярно. Первые дни после операции мы выполняем перевязки ежедневно. Затем переходим на режим «одна перевязка» в 10-14 дней или по необходимости, если мы видим, что повязки промокли. Прорезание мягких тканей возникает при несоблюдении режима дистракционных усилий, нестабильности аппарата, неправильном проведении спиц без создания запаса мягких тканей. Также при слабом натяжении спиц. Для предотвращения прорезания мягких тканей мы должны создавать запас мягких тканей на стороне деформации, то есть должны оттянуть кожу мягких тканей в сторону деформации, подобрать правильный режим дистракционных усилий, контролировать прорезывание, если оно возникло путем регулярных перевязок, и прорезывание у детей достаточно быстро заживает. Преждевременная консолидация в области остеотомии также возможна у детей. Она возможна при неправильном расположении, при неправильном монтаже аппарата Лизарова, при неправильном приложении для дистракционных усилий, несвоевременных дистракционных усилиях. Так, например, на данных рентгенограммах мы видим, что выполнена была остеотомия среднего отдела стопы, но дистракционные усилия, то есть коррекция, выполнена гораздо позже необходимого периода и получили у данного ребенка преждевременную консолидацию. Важно соблюдать методические принципы через костного стеосинтеза. Рекомендуем начать коррекцию или удлинение сегмента у детей через 4-5 дней после операции, у детей младшего возраста через 4-5 дней после операции, у подростков и молодых взрослых, у молодых взрослых через неделю. Каждые 10 дней должен выполняться рентген-контроль за коррекцией, рентген-контроль работы аппарата Лизарова. Подвывихи суставов могут также определяться при нарушении методических принципов через костного стеосинтеза. В частности, можно получить вывих в голеностопном суставе при использовании методики без фиксации таранной кости, если стержни, соединяющие опору на переднем отделе стопы, будут не перпендикулярны переднему отделу стопы. Расскажу более детально. Стержни номер 17 и 18, как и опора на переднем отделе стопы, должны располагаться перпендикулярно. Если мы опору расположим неправильно, и стержни номер 17 или 18 будут расположены кпереди, то дистракционные усилия будут направлены на то, чтобы растягивать стопу кпереди, что может привести к вывиху в суставах. Прорезывание кости спицами также может отмечаться при несоблюдении принципов через костного стеосинтеза, что может привести к воспалению, отеку, болям. Конечно, данное нарушение контролируется ренеологически, подтверждается ренеологически. И мы для того, чтобы предотвратить данное нарушение, должны проводить спицы через тело пяточной кости, не ориентироваться на мягкотканную подушку у детей и выполнять контроль за проведением спиц ренеологически или под иоп-контролем. Мы также должны помнить, что для профилактики сгибательных контрактур или вывихов пальцев стопы при коррекции ригидных деформаций, больших деформаций, мы должны фиксировать пальцы стопы. При одномоментном выведении стопы могут отмечаться ишемические нарушения, неврологическая симптоматика, и мы должны сбросить эти диструкционные усилия. Поговорим про ортопедическое лечение детей с ДЦП. На сегодняшний день рост детей с нейромышленными заболеваниями, в том числе с серебральным параличом, очень высок. Это связано прежде всего с развитием перинатальных и педиатрических служб, которые занимаются выхаживанием недоношенных пациентов, недоношенных детей. И мы как ортопеды уже сталкиваемся с ортопедическими проблемами, которые развиваются в процессе роста ребенка. На сегодняшний день используются многоуровневые хирургические и ортопедические методики, когда оперируются два и более сегмента, применяются две и более хирургические процедуры на конечности. Это позволяет уменьшить количество оперативных вмешательств у ребенка, сохранить равновесие при ходьбе и позволяет ребенку надолго не выбывать из социальной жизни, и позволяет не пропускать школу, и экономически семье это выгодно. У детей со спастическими формами заболевания преимущественно нужно использовать апоневротомию, а не тенотомию. Несколько клинических примеров. Пациент подросткового возраста с ортопедическими нарушениями в объеме, сгибательной контрактурой коленных суставов, высокой позиции надколенников, плоско-вальгусной деформации стоп. У данного пациента мы выполнили лабораторный анализ походки, определен дебют походки по типу Краучгейт. Данному пациенту мы выполнили сухожильно-мышечную пластику многоуровневую. Это удлинение аддукторов бедер, удлинение медиальной группы изгибательной коленного сустава, низведение надколенников и коррекция деформации стопы одномоментно за счет остеотомии по Эванс. Через год у данной пациентки отмечался полный объем движений в оперированных суставах, коррекция деформации стопы. При анализе походки все параметры значительно улучшились. Несколько слов про вывих бедра у пациентов с ограничениями двигательных возможностей. По нашему региону скажу, что выполняется до года ультразвуковая диагностика. Своевременная это в один месяц, в три месяца, в девять месяцев. Если имеется у ребенка отягощенный анамнез, то после года мы уже выполняем рентгенографию таза с классической коксометрией и анализом индекса Реймерса. При прогрессировании дисплазии уже можно, особенно у пациентов неходящих, мы разговариваем уже про оперативные методы лечения. У детей с серебральным параличом оптимальным возрастом для хирургии тазобедренного сустава является 5-7 лет. Используется преимущественно одномоментная коррекция без использования аппарата Лизарова. Мы используем на костный остеосинтез. Ребенок 6 лет с дисплазией тазобедренных суставов, подвихом в тазобедренных суставах, плоско-вальгус и деформации стоп. Мы выполнили подторанный артеррес стоп и деторсионно-варизирующая стеотомия бедренных костей с использованием аппарата с использованием на костного остеосинтеза. Через год у ребенка сохранялся, достигнутый результат лечения. Функционально ребенок показал отличный результат. Полный объем движения в суставах. Опорные были конечности, отмечаются опорные конечности. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok